Вслед за Японией и Кореей мода на большие глаза пришла и в Казахстан. При этом под нож пластических хирургов ложатся не только девушки, но и мужчины. Чем их не устраивает родной раскосый взгляд, узнавала Рай Тимирханова. Это Айну Рай до операции и после. По словам девушки, от природы узкие глаза всегда были причиной ее неуверенности в себе. Даже при помощи макияжа не удавалось добиться желаемого эффекта. Решение сделать операцию навеки было обдуманным. Мои глаза не то что доставляли неудобства, просто был какой-то дискомфорт. И почему бы не менять себя, если есть такая возможность. Мои знакомые, несколько знакомых сделали эту операцию. Я посмотрела, как у них прошла. В принципе, мне очень понравился их результат. В Казахстане эта процедура стала очень популярной. Это целый тренд. Ложатся под нож для изменения формы глаз в основном девушки азиатской внешности, мечтающей о более глубоких глазах европейского типа. Только в одной Японии ежегодно регистрируются более 200 тысяч операций. Многочисленные коррекции век делают и в таких странах, как Китай и Южная Корея. Также определенный спрос на данный вид пластики отмечается в США и в многонациональных европейских государствах, в том числе и в соседней России. Специалисты отмечают, что к таким операциям прибегают не только девушки, но и мужчины. Мы решили узнать, у казахстанцев способны ли они отличить переделанных людей. Нет, сейчас очень трудно это определить, я думаю. Особенно губы выделяются чаще всего, если они искусственно созданы. А вам нравится? Нет. Нет, честно говоря, не могу определить такого. Он же по-разному делается. Моз как-то видит, что он вроде как другой должен быть, но так вот. Но не всегда, конечно. Сейчас остается загадкой, сколько осталось истинных ценителей естественной красоты. И не прикрыта ли она невидимыми хирургическими швами.